Я устал заботиться о финансовой семье, и тогда автоматом работу потерял, выгнал на работу жену. С тех пор то работаю, то нет. Нормальной работы не могу найти. То меня обманывают, то зарплата смешная, то условия невыносимые. Понимаю, что это отмазки. Здорово. Жена сделала карьеру, а я страшно мучаюсь. Депрессивное и суицидное состояние, стыд и все такое. Рад за жену, но разве ей нужно уходить с работы? Да, вот если бы она ушла, было бы самый лучший вариант. Что мне тогда проснется воин? 100%. Дети выросли, появится ли мотивация? Притом жена и я не согласны, что по ведаму в корне стоит женщина. Справедливости в этом маловато. Я найти мотивацию. У меня просто жизненная сила медленно угасает. Я духовно не слишком развит. Вера слабая. Какие-то другие технические ходы нужны. Или дело все в той давней ошибке. Или вопрос глубже надо ставить. Например, как начать жить в своей жизни. Здесь есть две причины. Две основные причины этой ситуации. Первая причина – это лень. Лень. А вторая причина – это плохой период, который забирает силы. И это все вместе объединяясь, получается вот такая ситуация, что мужчина, он не может трудиться. Ну, то есть, понимаете, вот, ну, то, что мужчина говорит, если бы жена не работала, что это реально поможет нам справиться с этой ситуацией. Если вы имеете совесть, у вас есть совесть, то да. Вот когда, понимаете, у мужчины психика, она по-другому совершенно устроена. Мужчина не может напрягаться, когда все хорошо. Ну, когда все хорошо и так хорошо. Ему не надо напрягаться. Женщина, она склонна всегда по чуть-чуть напрягаться. У нее такая природа, она вот, у нее совесть близко стоит к сердцу. И она чувствует, что так нехорошо делать, так хорошо. Можете заметить, что у мужчины это ощущение, хорошо или нехорошо, оно где-то в глубине, то есть оно закрыто. Его надо самому себе постоянно будить. То есть у мужчины вот совесть, она где-то глубже, дальше. Она работает тогда, когда есть необходимость в этом, потребность большая. Чаще всего у мужчины совесть сама по себе не включается. Но если мужчина слушает свою жену, она его совестью является. Совестью мужа является жена. Вот у меня так, допустим. У меня жена, она очень переживает за мои лекции, она моей совестью является. Если она на лекции сидит, я никогда какие-то пошлые анекдоты, шутки никогда не говорю. Она сидит внимательно вот так слушает, чтобы я не говорил эти какие-то шутки неправильные. Ну, когда ее нет на лекции, я не могу тебе это гарантировать. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что не надо воспринимать жену как человека, который тебя мучает непонятно зачем. Жена всегда права по отношению к тебе. Понятно, что у нее есть свои недостатки. Но это уже другой вопрос. Это ее судьба. Даже если жена не слушает своего мужа, но она дает ему советы, эти советы все равно правильные. И все равно им надо следовать. И что касается мотивации по поводу работы, то я бы вам сейчас не об этом советовал думать. Я бы вам советовал две вещи начать делать в своей жизни. Первую вещь – начать заниматься каким-то спортом, выбрать. Может быть, это будет бег, или это будет плавание, или гири тягать, на турнике. И, ну, что-то делать, чтобы волю тренировать. Сила воли тренируется у мужчины спортом. И, кстати, здоровье тоже. Вот знаете, мужчине не надо много для здоровья. Надо просто иметь какое-то увлечение спортивное. Если мужчина занимается каким-то спортом, он 100% будет здоровым человеком. У мужчины через аскезу, через усилия над собой решается вопрос, связанный со здоровьем и с успехом. Надо учиться совершать над собой усилия. Не обязательно это делать на работе. Работа – это уже как результат твоей внутренней силы. Всегда работа – это аскеза, особенно работа на кого-то. Это всегда аскеза. Но деньги же нужны в семье. Это долг мужа зарабатывать, а не жены. Вот, допустим, жена зарабатывает, вы сидите дома. Вы становитесь ей обязанным. И если вы оставите тело, уйдете из жизни, вам придется рождаться в ее семье для того, чтобы платить ей этот долг. Не факт, что вы родитесь мужем в этом случае. Неизвестно, кем вы родитесь. Но вам придется долг отдавать. Вы не сможете вот так вот жить на ее шее. И потом раз – и все нормально. Ничего подобного. Вам придется за это платить. По-любому. И это надо знать. Потому что женское рождение предназначено для отдыха, от работы. Женщина рождается не для работы. Понимаете? Женское тело, оно по своей природе расслабленное. Поэтому женщина и красивая, что у ней расслабленное тело, не напряженное. Женщина имеет более слабую волю. И заставлять ее работать – это издевательство. По своей природе у мужчины больше воли, больше силы действовать, трудиться. У женщины меньше воли. Она рождена для семьи, для детей, для воспитания детей, для заботы. То есть ее природа заботится, любить. Для женщины часто бывает невыносимо. Вот это даже деловая атмосфера просто. Деловая обстановка для женщины просто невыносима. И очень трудно терпеть эти унижения, что ее кто-то заставляет что-то делать. Мужчине хорошо, это ему нравится. Мужчина – другая природа совсем. Он имеет подчиненную природу, мужчина подчиняется. Мы не видели никогда, чтобы женщины встали в строй, сказали – «Ровняйсь смирно, вольно, атакуй!» Женщина не сможет так вот «Ровняйсь смирно». У нее совсем другая природа, у нее независимая природа. Она не может подчиняться кому-то, кроме как близким людям. Она из любви подчиняется на самом деле, из-за любви. Единственный мотив подчиняться у нее – это любовь, близкие отношения. Она не может подчиняться начальнику какому-нибудь. Ей очень трудно психически это делать. А мужчина – это его природа так жить. И вот вы говорите, я уже начал чувствовать себя больным. Это неизбежно. Если мужчина не работает, значит, он становится больным. Мужчине надо обязательно трудиться, много аскез совершать, тогда чувствовать себя здоровым, крепким. И долголетие мужское – это также зависит от того, насколько много он трудится. Если он мало трудится, у него начинает разрушаться организм. Включается система саморазрушения. Мужчина должен быть активен все время на коне. И есть только два способа вам себя заставить это сделать. Первый способ – это аскезы. То есть нужно совершать аскезы, спорт какой-нибудь, еще что-то. Трудиться над собой. И второй способ – это молитва. Хоть вы говорите, я как бы молиться не могу, но что я могу с этим сделать? Надо учиться, значит. Постепенно у вас появятся силы трудиться, и потом надо трудиться там, где Бог дал. Не там, где зарплата большая, а там, где Бог дал. Это может продлиться год-два, а потом вы найдете себе хорошую работу, сто процентов. Вот так я вам советую жить. Я понимаю, что вы не согласны с этой философией, вы здесь об этом пишете, но я ничего с этим не могу сделать. Я не могу вам сказать что-то другое, потому что такова правда жизни. Это не философия, это правда, потому что это касается не только вед, а всех религиозных традициях, и вообще всем людям понятно, что женщине надо воспитывать детей, их рожать. Мужчина не рожает, мужчина не рожает детей, женщина рожает. Ребенок привязан к матери, а не к отцу. Женщина является первым учителем у человека, а не мужчина. Она детей чувствует глубже, чем мужчина, во много раз. Это она командует, что надо с ребенком делать, а не мужчина. Он не понимает этих вещей. Женщина понимает. Поэтому женщина должна воспитывать детей, а мужчина должна работать. Так устроена природа. Но если вы не хотите этого делать, вы будете строгать дальше. Это не вопрос вашей возможности, а вопрос вашего понимания вещей просто в жизни. Вот и все. Допустим, сегодня утром я встал, и я не хотел заниматься йогой, не хотел заниматься молитвой. У меня был перелет вчера тяжелый. Я встал вчера в час ночи. Потом была лекция четырехчасовая. Я немножко забылся вчера. Но потом, когда я приехал домой, я почувствовал усталость. И сегодня утром мне не хотелось молиться, не хотелось заниматься йогой. А если я этого не сделаю, я не смогу читать лекцию. У меня психика будет вот такая. Здравствуйте, я так рад вас видеть. Вас сто процентов не устроит такая лекция. Сто процентов. Поэтому я заставил себя это делать. И буквально через десять минут я стал счастливым. Вот десять минут аскезы, и потом счастливая жизнь. На самом деле, вот для того, чтобы быть счастливым, много не надо. Надо просто сделать этот небольшой рывок со своей психикой, а потом она встает в правильное русло, и человек чувствует себя супер. Понимаете? И вот через десять минут аскезы я уже чувствовал себя отлично. И потом за три часа работы над собой я полностью восстановился. Начал песни петь, там счастливым стал, все, все классно, то есть нет проблем. Так человек должен жить, если он не хочет на десять минут найти себя заставить, просто включиться в другое русло жизни. Если он не хочет, а в это время психика бунтует, у меня тоже все внутри, вот так же, как у вас. Говорит, нет, спи, лежи, давай, все, ты устал. Я нет, ну, понимаете, как бы, у меня просто есть знание, что это не поможет. Я просто упрямо встаю, хотя все внутри против, и потом десять минут усилия серьезного над собой, и все меняется в жизни. Жизнь становится другой. В нужное русло направляешь себя просто, и все. Потом жизнь течет в этом русле. Это касается мужчин, как мужчины должны действовать. Женщины не так должны действовать, у них другая природа. Женщины должны действовать только через любовь, только через любовь. Означает, что, вот, допустим, вы не можете рано утром встать с постели, вам надо включить вместо будильника кусочек лекции или просто песню какую-то возвышенную духовную или молитву, которую вы любите. И когда вы будете слушать, когда любовь пойдет в ваше сердце, тогда вы встанете с постели. Причем вставать женщине не надо, там, быстрее, резко как-то. Можно спокойно, аккуратно встать, не напрягаясь. Но для этого нужна мотивация, нужно включить голос, который ты любишь. И тогда жизнь проснется в женском теле, она через любовь просыпается, и можно встать тогда. У меня в семье мы договариваемся с женой, что я, как бы, всегда, она меня укладывает спать. Я с работы такой вот прихожу, она меня укладывает, а я ее поднимаюсь вот так. Я прихожу и говорю, пора вставать. Она не встает, в это время лежит. Я могу еще раз прийти и сказать, пора вставать. И она потом потихонечку раз встает. Но если у вас некому сказать, пора вставать, тогда можете включить магнитофон, он вам скажет. Сделайте просто для себя такой подарок. Мужчина должен по-другому вставать. Он должен заставить себя встать с постели. Это природа мужчины. Мужчина чувствует себя классно, когда он так живет. Если он, в какой-то момент у него выключилась вот эта система заставлять себя, он страдает, мучается вот только из-за этого. Дальше передачи. Будет переводить только семинар. Вы начнете? Теперь уже 34 года. Теперь мы идем к семинару. К семинару, да? Ну, я вот насколько успел, записок ответить, настолько успел. У нас ответы на вопросы не переводились. Сейчас у нас начнется уже семинар. Все, кто в наушниках, сейчас уже услышит долгожданный голос переводчиков. И вчера переводчики переводили все больше, чем положено, потому что я заболтался. Слово такое русское есть. Меня сзади слышно, кстати, да? На задних рядах. Хорошо, да? А у нас работает песня? Песня работает? Да. Вот что-то такое есть. Что-то такое есть. Сейчас мы ее проверим. Песня. Песня. Ну, классно, да? Так живут все? Хорошо, здорово. Продолжение следует... Допустим, у женщины мы видели вчера, у нее была негативная связь с близким человеком, и в результате того, что она повторяла, я желаю всем счастья, даже не думая о других, она думала о себе в это время. Все равно у нее появилось другое чувство по отношению к близкому человеку. Она почувствовала, что уже боли нет такой в отношениях, ей стало полегче. Полегче. Но так как она его хотела наказать, она это полегче объяснила, ну, другим словом. Вот. Но так или иначе, результат был виден. Мужчина тоже, видно, только начал слушать мои лекции, он пришел, он повторял, я желаю всем счастья, все помогали ему. И да, я видел, что он не понимает, что происходит, когда это происходило, я видел, что он не понимает. Мы очень глубоко зашли в его сознание, там началась работа, вот. Действие совершалось. Если бы он понимал, что происходит, оно бы совершалось намного сильнее. Но даже если он не понимал, все равно оно совершалось сильно. И он сказал, что я к этому событию сейчас отношусь как будто со стороны. Ну, то есть я не чувствую такую боль от него, как раньше. Я поэтому его просил, вспомните события. Вы чувствуете эту боль от него или нет? То есть, когда человек перестает чувствовать боль от событий, это проходит первая стадия победной церкви. Вторая стадия означает, что я могу влиять на события уже, влиять. Я могу воздействовать. То есть я могу общаться с человеком. Влияние – это вторая стадия. Допустим, если вы обижены на человека, то что значит, что вы можете влиять на ситуацию? Это значит, что вы можете общаться. Понимаете? Общаться с человеком. И мы сегодня будем говорить об этом общении, об сильном общении, которое побеждает судьбу. Когда ты говоришь о прощении, ты можешь это сказать. Всегда человек должен просить прощения. Он виноват, он не виноват, чувствует, что он виноват или не чувствует, не имеет значения. Он должен сначала в молитве, в сердце просить прощения у близкого человека. Потому что мы всегда виноваты по-любому. Если конфликт есть, значит мы виноваты. Потому что если один человек не виноват, то конфликта не будет. Вот, допустим, вы, если плохо не относитесь к человеку, конфликт гаснет. Его не будет. Если вы начинаете плохо относиться, тогда начинается конфликт. Но если вы плохо относились, надо свою партию сыграть в этом. Понимаете? Вот он, у него есть выбор. Он хочет прощения просить или не хочет, это его дело. Это зависит от его душевных сил. Вот я лично всегда прошу прощения у своего близкого человека. Я всегда прошу прощения у своей жены, чувствуя себя виноватым. Или не чувствую, не имеет значения. Всегда прошу прощения. И она это очень сильно ценит. Она понимает вот это преимущество, которое я имею в отношении. Она это понимает очень сильно. Она мне часто говорит, спасибо, что ты у меня есть, мой дорогой человек. Я как бы ее переспрашиваю, спасибо, что я у тебя ем. Что ем я нормально. Она смеется. Вот такие отношения. Спасибо, что ты у меня есть. Это как раз вот это вот прощение. Это прощение. Нужно учиться прощать. Просить прощения у близкого человека. Прощать и просить прощения. Это разные вещи. Сначала что нужно делать? Прощать или просить прощения? Как вы думаете? Нет. Сначала надо просить прощения. Когда человек просит прощения, он начинает душу чувствовать в человеке в другом. И тогда он может уже простить. Когда ты просишь прощения, ты служишь близкому человеку, служишь. Ты не чувствуешь себя виноватым. Но когда ты просишь прощения, он открывается, у него по-другому начинает восприниматься мир. И через него начинает идти хорошее к тебе. И это хорошее помогает его простить потом. Не обязательно потом говорить, что я тебя простил. Это твоя личная работа, твой труд. Ты должен сначала, человек должен сначала просить прощения, а потом уже прощать. Я тебя простил. Я тебя простил. Я тебя простил. Я тебя простил. Ты должен сейчас. И так, я прошу Тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Простить означает забыть. Вот птица, она полетела в небо, она прилетит назад? Нет, она улетает уже. Так и человек должен прощать. Он должен молиться, молиться, пока он не забудет боль, обиды. Человек не может простить сам. Прощение означает, что он наполнился духовной силой. Если близкий человек просит у тебя прощения, то надо сказать прощаю. Но это не значит, что ты простил. Прощение приходит, когда ты молишься, наполняешься духовной силой от возвышенной личности. Ты когда в молитве вместе с ним молишься, у тебя сердце наполняется спокойствием. И в этот момент приходит прощение. Очень важно знать, что память, о которой здесь поется, память священна. Память является отблеском высокого огня. Здесь поется. Это правда. Память имеет священную природу, потому что память, она связывает человека с чем-то. Память означает способность связываться. Когда мы вспоминаем, мы связываемся или с хорошим у человека, или с плохим. Есть память о разрушающей жизни. Это память о плохих событиях. Она сама приходит в жизнь, её не надо вспоминать специально. Она просто вторгается в нашу психику. Она вспоминается с болью. И в результате человек связывается с негативом. Его жизнь начинает разрушаться в это время. Точно так же есть другая память. Память о духовном учителе, о наставнике. Память о Боге, о молитве, о святых местах, о священной воде. Она воскрешает человека. Я рассказываю обычно такую историю, когда об этом говорю, о памяти. Я когда лекции читаю в Самаре, то я езжу домой к родителям. Они в Тольятти живут уже в возрасте. Я езжу на один день туда к ним, общаюсь с ними. И вечером, не читать лекцию, я еду назад в Самару, в Тольятти. И обычно родители забирают много сил. Надо отдать много сил им. И когда я ехал назад в этот день, назад в Самару, то я чувствовал усталость очень сильно. Я невыносимо усталым был. И я сказал водителю, что надо что-то сделать, чтобы мне снять усталость. И он говорит, ну, я слышал в лекциях, что вы любите купаться в холодной воде, вот так снимаете усталость. Я говорю, это хорошая идея. Он говорит, здесь есть священное место, здесь есть монастырь православный, там есть источник. В нем купаются, и это сильно помогает людям. И я... Мне очень понравилась эта идея, хоть я и не православный человек, но я с удовольствием пошел в это место. Мы остановились там. И я окунулся и видел перед собой икону. Там прямо вот в купеле икона такая стоит. Очень возвышенное место. Намоленное такое чувствуется там, вот это счастье такое духовное от этого места идет. И я полностью восстановился. То есть прошло 20 минут, я там посидел в этой воде, я полностью восстановился, с меня сошла усталость. Я приехал когда на лекцию, я хотел поделиться, и я начал рассказывать, как я омывался в этом источнике. И в этот момент, когда я рассказывал, у меня включилась священная память. Я вспомнил это все, и в этот момент весь зал почувствовал свежесть. Такую свежесть, легче стало дышать, как будто усталость снялась. Потому что я почувствовал это очень сильно на себя. Люди на меня были настроены, как антенки. И они почувствовали вот этот вот эффект, моего контакта со святой водой. Так действует память. Кто из вас сейчас почувствовал тоже свежесть, принимите руку? Это те, кто меня слушает. Это такая проверка была. Связи. Проверка связи. У нас в армии сержант так проверял связь. Он, когда урок был, занятие, все там, кто-то спал, сидел, кто-то слушал. И он тихо говорил очень. Кто спит, тихо очень. Вставь! Громко. И все, кто спал, они сповали. А все остальные сидели, потому что они слышали уже. Так я вас сейчас тоже проверю, вы слушаете или нет. Все, кто слушали, они почувствовали свежесть. Ну, не важно. Важно то, что вы пришли. Я очень даже просто за это благодарен. На самом деле, аскеза это неотъемлемая часть счастливой жизни. Веды объясняют, что конфликты в семье неизбежны. Точно так же, как река, она всегда будет иметь пороги, и она будет бурлить. Река жизни также бурлит периодически. И между близкими отношениями периодически, между близкими людьми периодически возникают ссоры. Это неизбежно. Некоторые думают, что близкие люди должны всегда в мире жить. Это маловероятно. Такое бывает, что близкие люди очень дружно в мире живут. Но очень редко. Поднимите руку, кто не ссорится в близких отношениях. Видите, есть такие люди. А вы, вот интересно, вы сколько живете вместе? Ну, все, все. Вопросов нет. Обычно поднимают руку, кто живет 6 месяцев, там идут медовый период. Соответственно, если 30 лет, то я поднимаю руки вверх. Я согласен со всем. Есть такие, видите, два человека, может, три подняла руки, остальные все не поднимают. Потому что так устроена жизнь. Близкие люди ссорятся обязательно, это неизбежно. И эта ссора нужна для того, чтобы глубже отношения были. Как говорится, милые бронятся, только тешиться. Ну, то есть, надо вот эту ссору использовать для углубления отношений. Если вы аскезу совершаете, и после ссоры приходите и просите прощения, некоторые думают, что это унижение. Это не унижение, это улучшение отношений в углублении. Надо просто иметь силу извиняться достоинством, понимаете? Для этого извинение с достоинством означает, что ты должен сначала помолиться, почувствовать в сердце благодать вот эту Божью, а потом идти и извиняться. Понимаете? Просто делать это с сильным сердцем, идти и извиняться, потому что, когда ты извинишься же, тебе потом еще порция одна придет, последняя. Ее надо еще вытемпить. Ты извиняешься, и потом порция-то приходит. Как она приходит, сейчас мы послушаем. Я могу тебя простить, как будто песня попростить. Я могу тебя простить, сегодня, раз и навсегда. Я могу тебя простить, я могу тебя простить, не знаю, Видите, я могу простить, ну, как в воде река, а вдруг река не простит никогда. Это как раз вот это и есть обратная связь. То есть, все равно придет назад приухо от близкого человека. Ну, то есть, а вдруг река не простит, я могу простить. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что это надо принять, надо иметь силы. А если ты не молился, если у тебя нет вот этой силы, если святой человек, возвышенный человек не дал тебе эту силу, как мы вчера слушали голос и вместе повторяли, вы видели, что один, когда человек повторяет, это один эффект. А когда вместе он слушает голос возвышенного человека, то сразу сила многократно возрастает. И человек обретает способность потом вытерпеть. Назад, когда приходит, он просит прощения, и он не чувствует себя виноватым, самое главное. А ему еще добавляют потом. И он еще говорит, нет, да-да-да-да, ты виноват, точно. И еще не просто, а еще вот ты за что просение-то просишь? За это, за это или за это? И он такой, ух, 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 ух. Вот. И часто человек приходит просить прощения, потом скандал еще сильнее начинается, из-за того, что он не может эту порцию переварить, еще одну, последнюю. А надо с любовью ее принять, еще раз простить, еще раз принять, последний раз. И тогда уже восстанавливаются отношения. Субтитры подогнал «Симон»